здарова рад вас видеть на моем новом закупе сегодня мы закупим очень много предметов и так как это новогодняя закупка здесь будет очень много классных и крутых предметов у меня есть небольшая просьба к тебе а именно поставить лайк сейчас и досмотреть данное видео до конца потому что она будет довольно интересным без лайка и вот этих всех действий к сожалению видеоролик потеряется где-то в просторах ютуба а нам этого не надо поэтому пожалуйста также на канале почти 25 тысяч подписчиков хотелось бы добить уже под нг шичку типа в общем намеки все поняты задерживать я вас больше не имею права погнали это наверное единственный закуп где я знаю что я хочу и что я буду закупать 1 это sm1014 некромансер статрековской версии так как он недавно стоит 600 голды я буду его брать по 300 голды по автобаю вас наверняка сейчас волнует моё количество голды на балансе она не соответствует названию видеоролика и нет я вас не обманул просто в дальнейшем вы поймете что я продал ради того чтобы данная сумма все же стала правдивой вроде как вам сказал сейчас что я знаю что я буду закупать но при этом мельтешусь немного да проблема была в том что я увидел предметы из фуриус коллекции на довольно приподнятой цене тот же всеми любимый керамбит клав стоил около семей тысяч голды под новый год как и в реальной жизни люди не понимают что они хотят то они продают весь в инвент ради ножа в рулетке то вообще ничего не продают потому что понимают что в рулеточки ножек дерьмо которые тысячи голды стоит не будет а мы с вами учтем тот факт то что если ты хочешь выбивать этот ножик тебе как минимум до гарантированной награды именно ножа надо будет потратить три тысячи голды то есть две тысячи рублей довольно хреновенький подарок на новый год согласны а вот в магазине go stop shop все намного лучше go stop shop это место где вы можете не только приобрести различные аккаунты с золотом по допустимым ценам но также участвовать в розыгрышах и турнирах они также предоставляют свою возможность поставить на свою любимую команду по игре стэнду 2 голдой недавно они вывели более 4000 голды за прошлый турнир и сейчас активно наращивают свою фан-базу в общем go stop shop это отличное место для всех любителей игры стэнду 2 и желающих получить доступ к различным аккаунтам золотом но ссылку на столь прекрасную группу найдешь в описании остановились мы на том что я хотел купить себе блок статрековский frost в арм легендарного качества все вы его знаете этот блок я частенько покупаю за сторону теров мы все же пушку себе начальную купили а вот что пока ты стороне сейчас надо подумать меня очень сильно колеблило желание взять либо digital burst либо news два года и все же свое предпочтение дал второму потому что юспик два года это довольно легендарный юс который еще был до 010 0 news по просто легенда ставим на запрос и погнали дальше пока что мы находимся в неком болоте под названием пистолеты и так как p350 новогодний у меня уже имеется мы переходим к следующим пистолетом это береты наберет есть очень много прикольных скинов и я скорее склонен к blazing мяу они довольно яркие выглядят довольно сочно такие типа огненные и стоит довольно дешево их средняя цена беспада где-то 200 250 голды поэтому мы закупаем и летим дальше тут на моменте скажу вам что так 9 у меня уже есть он конечно он кому ночной но очень классный мне его подарил недавно подписчик ну как давно довольно много времени прошло уже но я его до сих пор у себя держу и периодически с ним бегаю но раз у нас стилистика нового года я бы взял целых 20 9 а именно два скина на так 9 мне безумно нравится так 9 royal frost и их всего 1000 штук и стоит он довольно дешево по автобаю я все же поставлю запрос на пять штук потому что рано или поздно она все таки ну какой-то икс но все же даст помимо этого я хотел бы себе взять еще один тэк-найн и это реслес которая упал в цене но как вы знаете он стоит в районе 100 110 голды сейчас он упал до 60 его очень выгодно закупать в данный момент следующий пистолет это 5-7 у меня в инвентаре на данный пистолет довольно много предметов реально очень много скинов и однотипных и неоднотипных с наклейками без особенно хотел бы выделить вот данный 5-7 он очень красивый безумно красивый я не знаю как вам но он очень классно сочетается вот с этими перчатками оцените данный 5-7 от 1 до 10 в комментариях мне будет интересно почитать реально конечно можно было бы собрать инвент покупая абсолютно новые предметы которых у меня не было но и дигл у меня как и странно тоже имеется это выглядит как совпадение но он тоже новогодней стилистики потому что на нем наклеены вот эти медведи блин дигл тоже классный блин просто лайком уставим в вашем же случае вы можете взять такой же дигл но без наклеек либо же придется поискать чтобы найти такие же наклейки но могу сразу вам сказать что данный дигл довольно дорогой и начинается от 1200 голды поднимаемся в немного иную касту это дробовики о боже неужели мы прошли пистолеты я уж думал никогда не закончится первым дробовиком у нас будет фабом это дробовик с лицом логотипа кодзимы и конечно же с коллекции space vision довольно сильно просели там предметы поэтому оттуда мы и закупаем данный дробовик то что он яркий и довольно дешевый а также благополучно переставляем запросы на наш xm потому что кто-то все же хочет больше чем мы данный дробовик но ничего мы не гордые мы подождем не забудь данном моменте лайк поставить потому что многие забывают на самом деле а видос из этого тухнет спасибо следующий дробовик это спас из project пандоры конечно не совсем новогодний скин но все-таки фиолетовые у нас есть фиолетовые перчатки такие же как и название данного дробовика то есть райдеры и сочетание этих двух скинов будет просто прекрасным ставим автозапрос и переходим дальше далее мы подходим к довольно специфическому оружию а именно м60 и пока выбирал данную пушку мне уже слили наш фабом ну и следом за фабом нам за 115 голды сливают наши береты только хотел поставить автобай но перебывать здесь нечего и тем временем кстати сливают нам уже тег 9 за те самые 60 голды но много что послевали и четвертым предметом это уже xm то есть xm нам все же слили вот с такими прикольными наклейками это дефолтные самые наклейки из rainbow пака но лучше пусть они будут чем их не будет по видимости на пулемете вот этот лоза 2601 кто-то все же успел купить и рынок из-за того что очень много разных продаж махинации на тпшке рынок начинает лагать из-за этого предмет все еще стоит а написано что его уже купили оказывается ну ничего поставим автозапрос 2601 и будем дожидаться наш пулемет пулемет на нам по итогу все-таки слили и кстати да вы сейчас можете увидеть часть моего инвентаря конкретно здесь ну что-то уже имеется чего-то еще не хватает и в идеале я под конец уже видоса все вам покажу но смотрите лучше до конца потому что еще многое предстоит увидеть на деле я сейчас данный момент хотел купить юмпик но у меня есть два юмпа это винджет и киберпанк кстати обычный киберпанк но обклеенный очень классными довольно дорогими наклейками из зоны 9 далее как ни странно идет mp7 тоже ппшка у меня есть мп7 аркада она просто у меня лежит я с ней частенько бегаю но я знаю еще одну очень классную п7 которая будет подходить нам под новогоднюю стилистику это mp7 называется винтер спорт статрек и кстати фоном там вот сверху видите да падают так наверное все же их кто-то сливают нам дальше идет ппшка под названием по 90 мне кипи то шотч которые последнее время довольно сильно подрос в цене и вообще не важно что это за скин он довольно стоит дорого им нас любой скина по 90 думал я между несколькими скинами origin коллекция всеми нами почитаем и поэтому скинчик оттуда мы по-любому закупаем а вот касаясь новогодней стилистики все же по 90 iron will идет в нашу копилочку ставим запрос и сверху также видим что нам слили mp5 классно такая же новогодняя not in fury классно погнали дальше новогодняя стилистика это конечно важно но галдишка у нас не бесконечные нам еще ножи покупать поэтому на фэнфале это как раз таки тот самый ганс которым я довольно редко играю и на него что-то дорогое особо покупать не хочется у меня имеется фэнфал скелл скитар из санстрайк коллекции мне этого в принципе хватает я думаю что никто не против если мы скипнем данную пушку дальше идет у нас фамас и тут я пожалуй выберу два скина это аутум и бигл они стоят совсем рядышком и по цене в принципе довольно дешевые возьмем 2 калаши но очень много и есть у меня парочку калашей есть вот такой вот хэллоуинский с которым я на постоянке бегу был еще до этого некий night fury но к сожалению мне пришлось с ним распроститься потому что если бы не тот калаш если бы его не продал то данного закупа скорее всего не было бы на своем месте я ничего покупать не буду но на вашем месте если вы не хотите покупать слишком дорогие ножи на вашем месте я бы купил бы себе калашик digital burst но просадка цен он обычно стоит по автозапросу 1700 1800 голды и за эту цену данный калаш ну очень красивый если же голду вы не сильно хотите тратить на калаш то берите просто некромансер и все у вас будет четко тем более на подобных просадках есть шанс лови довольно клёвые наклейки это я вас уверяю дальше у нас эмочка обычная несколько но все-таки из новогодних раскрасок я здесь вижу только м4 некромансер она такая вся снежно-синя-голубая очень классно выглядит классический origin как бы сет и конечно мы берем эту емочку потому что она просела и в дальнейшем будет стоить около 600 700 голды суть этого закупа еще в том чтобы из каких-либо предметов довольно неплохо уйти в плюс и просто поиметь малюсенький шанс ловить low price шансы на это есть у всех поэтому мы с вами ручки не опускаем идем к следующему предмету тем временем но сливает по 90 гуль ну и в принципе все а ну еще через время некоторые нам слили все-таки м куда обычную м-ку без наклея к сожалению но как оно есть классно что хотя бы просто дешево купили данную м-ку ребята экономия это всегда классно особенно когда ты при условии том что тебя темк задолбает и сможешь продать и даже в плюс уйти какой же кайф спустя некоторое время нам слили спас статрековский райдер вот с такими клевыми акулками на самом деле выглядит не очень но как бонус при продаже довольно прикольно дальше мы переходим к и к м4 сайленсер с таким открытым балансом я думал что такую м-ку я все же смогу позволить но какие-то люди слишком бешеные искупают не то чтобы искупают а перебиваю слишком яростно перебивают запрос что я забил хрен на эту м-ку оставил свою сан страйк паса и сейчас многие напишут в комменты блин шелби это же не новогодний скин как я буду без новогодней м-ки бегать а я вам скажу что на данный м-ки новая года будет только тогда когда вы повесите сюда новогодний брелок и тогда суровый змеиный пустынный скин обклеен и вот такими наклейками станет хоть немножко но новогодним вот такие предметы у нас на тот момент стояли в запросах ну а следующим оружием у нас идет акр 12 изначально хотелось бы мне лично взять игр 12 геометрик статрековской версии но я вспомнил что вместе обычно геометрик вот с такими наклейками сам по себе акр 12 геометрик понравится немногим потому что у него линейный дизайн но в сочетании вот с этими прикольными переливающимися наклейками он выглядит просто безупречно вы раз так получилось что у нас на кард 12 есть уже скин чик и в принципе еще покупать не надо то за противоположную команду на м-16 мы возьмем более дорогой скин чик а именно м-16 триумфант и не простой а стат трековский кстати на этом 16 тоже есть полная обклейка тех же наклеек что и на акр 12 если кому-то из вас нравится подобная обклейка или же хотите обклеить подобными наклейками то в принципе скажу вам что эти наклейки стоят довольно недорого и обклеить их сможет каждый но если вы хотите тратить по 400 голды на каждый скинчик том это конечно все же выйдет вам в копеечку и из последних новостей знаю что в последнее время им 40 из legends коллекции очень сильно поднимаются в цене а именно вот это легендарный м-40 поднималась в пике до 500 голды скажу на будущее как некий спойлер я ее все-таки и не купил потому что по видимости забыла либо баланс не хватило ладно не суть тем временем при нашем балансе я понимаю что что-то нам по-любому уже слили как например ту же м-16 и mp7 а что-то еще не слили и что-то еще солью а значит что прилагающем рынке 14 тысяч голды это нихрена не 14 тысяч поэтому я быстренько перезахожу в игру и возвращаюсь к закупке это не забудь лайк поставить потому что это очень важно реально бля поставь лайк тебе несложно мне приятно про комментарии тоже ничего не забываем как бы тоже пишем чё каком закупка да при перезаходе в игру мы видим mp7 винтер спорта и атак 9 royal frost это конечно безумно все прекрасно но нам надо дальше двигаться по нашему курсу а следующее оружие это у нас м-110 и многие из вас зададут вопрос но как бы алё после м-40 идет авик какого хрена ты закупаешь в самое последнее оружие м-110 ответ на данный вопрос очень элементарный ближе к концу закупа я все же куплю один очень прекрасный авик это будет в данном видео просто досмотри до конца а сейчас мы в данный момент уже купим м-110 и давайте купим очень новогодний еруфтагер данная плетка довольно неплохо сочетается с белыми перчатками о которых я расскажу кстати немножко позже там очень интересная история кстати так вы сейчас видите на балансе 12 тысяч голды и я уже на тот момент когда закупался понимал что этой суммы ни хрена мне не хватит на то чтобы закупить все что я запланировал поэтому на экране вы видите как я благополучно сливаю все свои аркановские наклейки жалею ли я об этом как вы думаете да мать его я друзья прекрасно понимаю что с этими наклейками и будет через годик-полтора они вероятнее всего взлетят о небес и я просто потеряю большую сумму голды продав их сейчас но буду ли я через это время играть в стандов а вот это хороший вопрос поэтому продаем все в жопу лишь бы просто закуп состоялся я хочу купить все что я запланировал и нет я не ебанулся такие закупки я делаю раз почти в год и это реально круто и я готов на это потратить и голду и время и деньги и блять сидеть озвучивать данное видео в шесть сука утра но мы ничего мы запишем и это видос уже скорее всего смонтирован блять я надеюсь на это за то время пока я здесь с вами общался нам слили целых восемь скинов капец это же вау просто щищ пошлите смотреть ёпта первое там 110 year of the tiger который мы заказали совсем недавно прилетело с такими наклейками кстати ну выглядит довольно прикольно но я бы их нахуй отклеил дальше м110 triumphant вот тут жалко что без наклейка потому что с наклейками явно было бы круче глок без наклеек вот такие 3 так на 2 одинаковых один вот с такими новогодними наклейками одна новогодняя другая дефолт фомаси каутум с наклейками довольно кстати старыми и п90 айрон вилл это все что нам слили за это время можно просто усраться пока мы дождемся до того момента когда я блять начну ножи закупать но кстати чуть-чуть подождите и совсем скоро мы уже все купим я очень давно хотел себе обновить керамбитик и поэтому давайте с первого ножа начнем покупочку данного керамбита хотел я бы драгон глаз либо же клав клав слишком дохерич стоит на самом деле я чё-то вообще выпал из момента когда он начал стоить от 6 тысяч как бы алло алло керамбит конечно был всегда самым достойным самым красивым ножом но тратить на него 6 сука тысяч голды меня жаба душит поэтому вариант для бомжей то есть меня это керамбит драгон глаз синюшный красивый блестящий все что надо пойдет 2300 запрос забираем а тут такой интересный моментик у меня некоторые наклейки еще не продались но при этом я хотел бы себе перчатки глава с аутум хотел бы себе бинетик м9 а также некоторые вот такие вот скинчики которые стоят данный момент у меня на запросе и как бы возникает некоторые questions как же мне на это все хватит и такие тупые вопросы решает один щелчок пальцами ладно самом деле щелчок вообще ничего не решает и в вашей жизни возможно тоже блять попробуйте пощелкать но нихуя не изменится с таким плохим вайбом и ножами я уже понимал что что-то здесь не так тут явно чё-то не сходится они сходятся здесь только то что я успел не все еще аркановские наклейки продать сеньоро у на моменту мы забрали данный щелчок чтобы избавляться от наклеек в секунду и вот уже на балансе лежит голдичка который ты можешь тратить на свои нужды короче этот придурок блять нам две наклейки продал и нам на балансе все-таки хватает на какие-либо перчатки блять прямо сейчас мы их и купим эти три наклейки улетели ради того чтобы я купил белые прекрасные аутумы о господи ну что ж погнали перчатки мне все-таки слили но я запись не успел подрубить слили миг за 5300 и это довольно неплохой прайс конечно раньше их покупал за 4800 4500 но сейчас что-то в последнее время ценники прям дико подскочили поэтому ну это еще нормальная цена то что в момент выхода видоса цена вообще под 7000 перчатки керамбит клав под 6500 все я промолчу и прочь перекреститься и нахрен месяц в игру вообще не заходить а то что касается авика то что вы все как бы ждете и ждете блин ну если ты лайк не поставил ну чё тебе грех я столько блять старался над этим роликом чтоб ты лайк мне не поставил ну это блять пиздец короче те кто был давным давно подписан на мой телеграм знаю что я давно хотел вот этот спорт и да кто бы что не говорил он прекрасен я готов просто обцеловать его и бегать с ним абсолютно всегда это моя старая мечта вернуть свой вот этот авик который был у меня еще в далеком двадцать первом году в очередь его купить ёб твою мать конечно соска нахуй все блять хорошее начало купил для сразу вон и в принципе мишу он completed потому что авик все уже лежит у меня в инвенте и купил его за 2 бля подожди за 3250 конечно это было не прям так просто ибо я создал в телеге пост о том что я хочу данный авик купить по довольно заниженной цене а именно 3500 и ниже и как вы поняли удалось купить даже дешевле я безумно благодарен тем людям которые всю неделю мониторили вместе со мной данный авик обычно эти авики барыжица в районе 4000 но появился один чел которому ну прям очень срочно по видимости захотелось продать его такое поведение не без внимания осталось естественно и мои подписчики и в срочном порядке побежали ко мне в личку писать мне о том что вот санчика мать твою заходи быстрее в стандофф и покупай этот скин блять пока он не передумал а я тогда был на практике и не было у меня скачанного стандоффи на телефоне мне пришлось на бараньем вонючем инете скачивать стандофф на еле живом телефоне и все-таки даже с такими проблемами с таким нервозом я умудрился его купить спасибо людям которые мне писали я вас обожаю чумок по итогу вышла довольно прикольная моментами нервная моментами интересная но все-таки закупка которая по итогу состоялась на оставшиеся 800 голды закупил брелков которые можно себе на жопу повесить потому что мне уже с сезонов вот просто хватает надо как-нибудь акселям донести будет что брелки за окончание сезона это конечно идея вообще хуйня полная но это как-нибудь в другом видео тогда ладно но этот видос на моем канале 1 в новом 2024 году желаю вам всем хорошего настроения на этот год чтобы все ваши мечты и желания сбывались и не забивайте на свои планы раз поставили какую-то цель идите до конца потому что я сам по себе знаю что я хотел добить 25 тысяч подписчиков до конца этого года но уже январь и к сожалению это цель немножко просрочилась но я думаю что хотя бы в этом году до лета мы все же добьем благодарю всех за просмотр данного видео отдельное спасибо инкамингу за помощь создание видео все мои официальные ссылки найдете в описании рекомендую вам все-таки заглядывать туда почаще ибо там много всего интересного дискордик для поиска тиммейтов и клана телеграм со свежими новостями ну и вконтакте где добавляю абсолютно всех так что можете кидать свои вопросы и заявки я все приму все прочту на все отвечу на этом друзья с вами не прощаюсь желаю вам удачного трейда увидимся совсем скоро удачного трейда